В области продолжается активная вакцинация населения. Однако вопросов, связанных с данной процедурой, у людей тоже много, поскольку все новое всегда вызывает страхи и опасения. Сегодня наш корреспондент получил необходимые ответы у специалистов. Вакцинация продолжается, но не все еще понимают важность собственной безопасности, а некоторые переживают, возможно ли нежелательные для здоровья последствия после вакцинации. Этот вопрос мы адресовали инфекционистам, которые сейчас работают в грязной зоне, спасая заболевших. Кстати, в большинстве непривитых пациентов. У любого человека может быть постфакциональная реакция. Это может быть в виде повышения температуры, небольшая слабость, утомляемость. Вот такие симптомы могут быть. Температура может повышаться до субфибрильных цифр, 35-37, до 38. Бояться этого не надо. Нужно просто обильное питье обеспечить для организма. Значит, жидкости побольше должен пить человек. И температуру снимаем только парацетамолом. Поствакцинальная реакция держится где-то сутки-двое, не более. Значит, далее он проходит бесследно. Никаких серьезных именно поствакцинальных осложнений нету, не бывает. Очень важно, чтобы перед прививкой человек чувствовал себя хорошо. Тем не менее, провериться перед процедурой нужно обязательно. Также врач ответила на вопрос, нужно ли перед вакцинацией сдавать ПЦР или делать тест на антитела. Перед вакцинацией от коронавирусной инфекции нужно пройти ПЦР-тест. Самый желательный – это ПЦР-тест. Еще рекомендуется в литературе определять суммарные антитела. Если в наличии антитела перенес человек заболевание или не перенес. Но это не обязательно. Но ПЦР-тест обязателен. Это раз. Второе – перед вакцинацией больной обязательно должен обследоваться у врача. На приеме у врача нужно определить обязательно температуру, давление, самочувствие больного. Состояние больного оценивает именно врач. Реакция организма после вакцины продолжается всего пару суток. Не нужно этого бояться. Главное – позаботиться о своем здоровье и защитить себя, близких и окружающих. К сожалению, многие понимают это слишком поздно. И земляки, испытавшие ужасы вируса на себе, умоляют остальных подумать о безопасности. Геннадий Фатенко за три дня похоронил супругу, сестру и тещу. Сам сейчас находится на лечении от ковид. Я вот как ветеран испытал это. И хочу обратиться ко всем жителям Казахстана. Особенно к Коксакалам, ветеранам. Чтобы они на своем примере показали молодежи, что такое тяжелое время, надо уйти от всех мероприятий. Я пострадал больше всех. Поэтому смерть унесла всех моих близких. Вы видите, что молодежь не слушает, заполняет кафе, проводит мероприятия, веселье, не содержит дистанцию, не носит маски. Поэтому это очень опасно для жизни. На сегодня наиболее безопасный и эффективный способ защиты от коронавируса – это вакцинация. На данный момент в области оба компонента вакцины от COVID-19 получили более 137 тысяч человек.